МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомель, в студии працуя Маргарита Котова. Сегодня в Беларуси проходят выборы депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. На Гомельшине на 17 мест в парламенте претендуют 72 кандидаты. Сгодно с информацией областной выборской комиссии, по стане на 14 годин в регионе свой выбор зарабили амаль 650 тысяч человек. Это больше 60% унесенных у список для голосования. За ходом выборской кампании назирали наши корреспонденты. 8 годин ранницы, участок для голосования номер 19, Гомельской центральной выборской округи номер 33. Первый сюда приходит старшиня областного совета депутатов Косярына Зянкевич. Кажет, что не глядяши на выходный день, у яе шмат справ. А тому удел в выборах вырешила принять самой ранницы. Як депутат, я надобро ведая, у яким напруженном ритме придется працавать парламентариям 7-го скликанья. Заходящи с этого и робить выбор. Это каждодневный труд без выходных, без отпуска, когда решаются судьбы наших людей, нашей страны. Естественно, на уровне палаты представителей принимается ряд законодательств, которые сегодня улучшают жизнь нашего населения. Сгодно с даденами Центр выборкама, на Гомельшине удел у детерминовом голосовании приняли амаль 40% выборщиков. Это самый высокий показчик сярод региона Беларуси. Старшиня Гомельска Агарвы Конкама Петр Кириченко на участок для голосования приходит сегодня. Прозвища претендента, за якого отдал голос, не называя. Али запевнивая, что это саправды достойный человек, после чего узгадывая свои самые первые выборы. Это было очень давно. Я не помню, как это было в деталях, но помню, что мне тогда, что очень запомнилось, вручили книгу, потому что я впервые голосовал. И всем тем, кто голосовал впервые, вручались какие-то маленькие сувениры. Мне досталась книга. Ну, вообще, я считаю, это, безусловно, очень важное политическое мероприятие, ответственное мероприятие, потому что мы избираем своих представителей высшей законодательной органы страны. Они будут представлять интересы гомельчан. И, конечно, как и все, я сегодня пришел, чтобы выбрать наиболее достойного. Старшиня Абелл-Канкама Геннадь Соловей голосует на участку номер 17 с Гомельской центральной выборчей округи номер 33. Предъявление членам комиссии пашпорта и отримания бюллетеня, у яке унесены шесть прозвища у кандидатов у депутаты Палаты представников Национального Схода Украины. Просхвиліну бюллетень опускается у урну для голосования. Я голосую за баланс стабильности и прореза. За мудрость профессионалов, за их результаты коллективов предприятий. За последние 25 лет в нашей государстве стабильно развивается наша экономика, стабильно развивается государство. И как реальному сектору экономики отделяется внимание, так и социальному направлению. В Умельской области есть свои бренды. Это бренд наведения праведника на земле. И уже 12 наш городов обустроено, и тогда работа продолжается. Это уже традиция. Старшиня облывыконками веншует молодых людей, которые в первую очередь приняли удел у выборах. За оружием подарунков, среди которых новое выдание об Умельской области. Прозвольте кальки хвилин, Геннадь Салабей, знайомится с навыковыми распрацовками молодых ученых. Особливая увага проекту «Хутор Мебиуса». У минулых месяцев этот проект занял другое место на пятом международном конкурсе «Интернет плюс», який проходил у Китае. По успеху тем более значный, что в делу конкурсе приняли 4,5 миллиона студентов со 124 краин цвета. Керовник проекта Алексей Зайцев рассказывает об тем, где и как может выкорыстоваться эта распрацовка. Данное устройство облегчает жизнь фермеров и работников сельского хозяйства, так как установленные метеостанции смогут в любое время пересылать данные о параметрах почвы, о метеоактивности, и мы будем знать, какая сейчас погода на поле либо на даче, и нужно ли поливать, либо собирать урожай. Также данная система поможет нам автоматизировать процессы, это процессы полива, кондиционирование воздуха, если это касается вопроса теплицы. Ход выборов на всех участках подпильной увагой надзиральников, международных и внутренних. Апошни представляют как политические партии, так и громадские организации. Пришим шмат, кто на участках находится еще с початку до терминового голосования. Присутствовала каждый день на досрочном голосовании, поэтому наблюдала за процессом хода голосования. Хочу сказать, что на этом участке никаких замечаний я не могу выявить. Процесс голосования проходил в рамках законодательства Республики Беларусь. Хорошо был организован, доброжелательная, компетентная комиссия, которая занималась организацией этих выборов. Олег Шанцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио, компания «Гомель». Голосую за кандидата, які зацікавлены у развитии инфраструктуры для людей с обмежованными махшимостями. Об этом рассказал Геннадь Золотаров. Старшиня областного громадского объединения «Инвалиды-спинальники» сегодня голосовал на выборшем участку, размешанном в 61-й гомельской школе. На приступках обсталявали панду с людям с обмежованными махшимостями повинна быть зрушна трапить на участок. Внутри есть и особная кабинка. Геннадь Золотаров на инвалидной колясце 400 годзе. Кажет, что активно створать безбарьерное сяродье для маломобильных громадян важная державная задача. И новые парламентары, яких сегодня выбирают народ, повинны памятать про это. Кожный человек, незалежно от стану здоровья, полноправный член громадства со своими потребами и махшимостями. Всегда участвовал и участвую в голосовании на выборах различных уровней. Считаю, что на сегодня государство делает очень много для решения проблем людей с инвалидностью, их социализации и формированию инклюзивного общества. В 2016 году Республика Беларусь приняла конвенцию о правах инвалидов и сейчас у нас ведется большая и кропотливая работа по ее внедрению в нашей стране. Одной из первых на свой выбор участок номер 16, размешанную 27-й Гомельской школе, отдать свой голос за кандидата пришла Галина Паулянок. Народная артистка Республики Беларусь, лауреат премии президента за духовное одражение до поступления в музыкальное училище училась в этой установе. Галина Паулянок каже, что опошние 20 годов живее неподалек и за уседы приходит на выборы разных узровнев. Приемно, что минавито в свою родную школу, с которой связано столько радостных вспоминах детинства. Для кировничества установы визит ведомых гомельской артистки так само Гонор, как невеликий знак удерженности и оригинальная кветковая композиция. Подчас интервью размова об том, что каждый человек повинен иметь тревалую громадянскую позицию. Так само Галина Паулянок жадает достойным кандидатам перемоги и удаши у працы для корысти краины и кожного ее громадянина. Мы надеемся, что наши кандидаты в депутаты будут очень хорошо работать в плане обновления чего-то, вносить что-то новое, полезное для нашей страны, для людей. Жигары-весок и агрогородков по улику самых дисциплинованных выборщиков, явка в сельской мясовости стабильно высокая. Агрогородок Хальч Ветковского района не выключен. В детерминовых выборах депутаты у Палаты представников национального схода приняли удел больше за полову зарегистрованных выборщиков. Как проходило голосование в основный день ведает Максим Савин. Об том, что выборы в Хальч это свято, зрозумело еще на подыходе на порозе Мясцового Дома культуры, где разместился участок для голосования песнями Жахаровсу строкая народный ансамбль Ветковчанка. Хальчанцы в выборах принимают активный удел в списке выборщиков крыху больше чем 900 прозвища. До терминового отдали свой голос 464. Это больше за полову. 11 человек голосуют на дому. До их спирасовной урны отправляются члены выборчей комиссии. Явка достаточно высокая и вы знаете немножко наверное больше чем на прошлых выборах. Прошлые выборы местные советы ну немножечко меньше было. А так люди активно идут голосовать долг свой гражданский отдать. Особливая увага сегодня от тем, кто в першиню пришел на участок у якости выборщика. После голосования молодые люди отримливают сувениры от БРСМ. Гамельчанин Илля Ягора выборчая права отримая нехутка. Хлопчик научается у другим классе. Людмила Корникова вырешила взять унука с собой на выборчий участок у адукацийных метах. Ребенок ходит во второй класс и он еще не знаком с такой процедурой как голосование и вообще что это такое и почему это происходит. Ну поэтому я ему объяснила все для чего и почему. Нина Шараева пришла на выборчий участок с твердым ведая каким повинен быть будучи депутат палаты представников. Справедливым честным добросовестным. У семейной пары Любови и Паула Проняных погляды на особу будущего депутата не сошлись. На одной час шишаляв богатый житовый профессионный опыт. На другой молодость и перспективность. У кабинцы каждый сработал свой выбор. Мы с мужем голосовали наверное по-разному спорили об этом даже по дороге. Мой выбор именно на опытном все-таки человеке. Чтобы это был человек в возрасте. Какой-то прожил свой личный опыт. А муж у меня поддерживает более молодых начинающих. Потому что он сказал за этим будущее. Поэтому вот у нас разный выбор. По кольу в одном покое деголосование у другим концерт мясовых творших коллективов тут же проходят майстер-классы для детей и разгорнутый гандль. Забавляльная программа обовязковый атрибут выборов. Максим Савин Яуген Макеенко телерадиокампания Гомель Зветковского района. Соправды на выборчих участках сегодня все по-святочному для приемной атмосферы музыка и гандль с минимальными наценками для корысти консультации юристов и медиков. И это видовошно вплывало на настрой людей, которые пришли отдать свои голосы за кандидатов. Марина Джалая с подробностями. У фаек колледжа мастатства у меня Соколовского гучать музычные аккорды. Виртуозное ухудким темпе сучасного життя могут дозволить себе такую роскошу в гуке рояля. Сегодня это доступно каждому. В концертной зале колледжа так само концерт. Тут гуки-скрипки под аккомпанемент роялю. Приемно ураживая не только духовный пожиток. На выходе установу разгорнулся гандаль с усяго 5-процентной надбавкой. Будем радоваться нашей продукцией то есть полуфабрикатами мясная продукция колбаса нашими булочками тоже очень вкусные так что пироги. В Ольга Кузьменкова спочатку проголосовала потом так само подошла до вітрини и не смогла дойти с пустыми руками а то варилась одразу на тиждень. Нравится очень приемлемо на цены и на вид красивая продукция и вкусная продукция поэтому я довольна что пришла. Что покупали мясо мясо купила печенку купила колбаски купила все что надо себе купила У Доме профсоюза у кафе так само на день переотворили у буфет а кроме кондитерских вырабов тут у великим ассортименте готовые стравы рулет из рыбы смаженки и шмат инших присмаков очень хорошо целый пакет и булочки и колбаска и все очень хорошо а цены приемлемые у зала где проходят выборы особная зона отведена для консультантов юристов работников страховых компаний и медиков чаще всего людей интересуют это проблемы безусловно трудового законодательства это вопросы связаны с заключением изменением расторжением особенно трудовых отношений социально-бытовые вопросы жилищные вопросы парады от специалистов можно тримать до 8-ми годин вечера по колью будет продолжиться голосование Рына Джала Сергей Лукашук телерадокомпания Гомель и на этом по колью все протягивайте со шесть за падениями разом с нами наступный выпуск новин глядите у 20 годин на телеканале Беларусь Шатыры Гомель